Друзья, привет! Сегодня я скажу свое мнение, почему не стоит врать детям. Сразу начну с самого главного. Как я уже говорил ранее, в предыдущих роликах дети часто копируют своих родителей. Соответственно, если вруете вы, то с большой долей вероятности дети будут врать вам. Ну а что, родители пример для малышей. Кроме того, с ложью может быть связан ряд негативных последствий. Давайте рассмотрим ситуацию, например, ложь во благо. Когда, не дай бог, умирает какой-то близкий родственник. Или вы просто не хотите рассказывать ребенку, что Дедушки Мороза не существует. А потом он от более продвинутых сверстников узнает, что оказывается, друзья, а Деда Мороза-то и нет, и подарки дарят родители. Представляете, какой это гигантский подрыв авторитета мамы и папы. Лучше увильнить от ответа. Говорить немножко уклончиво. Например, если он спросит, существует ли Дедушка Мороз, то вы расскажите, что есть такая легенда, но достоверно неизвестно, существует он или нет. Другая ситуация. Манипулирование запугиванием. Например, вы говорите, съешь конфету и слипнется попа. Или будешь себя плохо вести, тебя заберет слой дядя. Потом не удивляйтесь, что ребенок плохо спит, а с возрастом перестает вам доверять. Ну и, конечно, распространенная ситуация – это ложь, когда встает щепетильный вопрос. Не стоит рассказывать ребенку, что его нашли в капусте или, например, что его принес с айс. Расскажите все как есть, просто постарайтесь немножко смягчить историю. Найдите более правильные слова. Ну что, друзья, надеюсь, что вы подчеркнули что-то полезное из данного ролика. Я еще раз вас призываю не лгать своим детям, а также, конечно, призываю подписываться на канал, ставить пальчики вверх, делиться данным видео с друзьями. Заходите на канал почаще, я и дальше буду делиться с вами всякими полезностями. До новых встреч, пока!